Здравствуйте, в прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Сегодня поговорим об экономике, экономике нашего региона. Сегодня у нас особенный день в Петербурге. Открывается Петербургский экономический форум. Конечно же, Тверская делегация там присутствует. Уже смотрю в соцсетях фотографии наших земляков. Вот одного человека, который должен был планировать у нас к эфиру изначально. А вот смотрю, он уже в Петербурге сияет. Ну, как-то не сияет такое мероприятие. О том, какое это влияние окажет наш регион, как еще развивается наша экономика, наш бизнес. Об этом мы сегодня поговорим. А вы, кстати, нам можете звонить по телефону 3190. Что вы думаете? Может быть, вы сами предприниматель. Хотите открыть свой бизнес, не зная, с чего начать. Или, может быть, вам уже палки в колеса ставят. А может, давно бизнес работает, но опять-таки ставить палку в колеса. Просто у нас сегодня Антон Стамплевский, как раз один из спикеров. У него вот как раз задача эти палки вынимать из колеса, еще кого-то бить. Те, кто вставляет. Хочу представить гостей из студии. Начнем с прекрасной дамы. Это Ирина Шереметкер, президент Ассоциации туризма Тверской области. Добрый день. Это Герман Кичатов, член Общественного совета при Министерстве экономического развития Тверской области. Добрый день. Добрый день. Это Владислав Шориков, президент Тверской торгово-промышленной палаты. Добрый день. Как я сказал, Антон Стамплевский, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области. Добрый день. Так, 3190, можете позвонить и пожаловать, например. Или, наоборот, похвалить, сказать, у вас все хорошо. Антон, начну с тебя. Что можно сказать о бизнес-климате в регионе? Мне кажется, тут тебе тоже. Мы делаем совместно со всеми сообществом, из Федерации рестораторов-атильеров, и Ассоциаций с Общественной палатой Тверской области, которую Герман Кичатович представляет, и, конечно, Торгово-промышленной палатой, Деловой России, Опора России, и всеми нашими организациями ежегодный доклад по закону. Он направляется в исполнительные органы, законодательные, и в бизнес-омбудсмены при президенте. И там не то, что мы просто как поработали, как провели лето или прошлый год, а о том, какие есть проблемы, пишем, о том, действительно, что удалось и что нет, и закон предписывает делать оценку условий ведения бизнеса. То есть мы спрашиваем предпринимателей, и я благодарен всем коллегам, и тем, кто у нас входит в Единый общественный совет по защите прав предпринимателей, областной, и муниципальное образование, у нас меньше, по-моему, 320 респондентов за почти 10 лет исследований никогда не было. А это каждый из 150-й, каждый из 160-й предпринимателей Тверской области отвечает на вопросы. Разные вопросы, и как себя ощущает бизнес, конечно. Ну, надо сказать, что по 2023 году опрос, который идет в составе доклада, он показывает, что значительного ухудшения общей рыночной ситуации экономического состояния бизнеса не наблюдается. При этом фиксируется даже некоторое по ответам предпринимателей из муниципальных образований и наших городских кругов муниципальных некое улучшение условий ведения хозяйственной деятельности по сравнению, конечно, с 2022 годом. Это первое. Второе. Финансовое состояние. Как оценивают предприниматели, да, у кого-то там есть сбережения, как оценивают свои возможности для развития. Три четверти предпринимателей говорят, что чуть выше, чем в прошлом году. Я имею в виду 2023-2022 опять в сравнении. И в целом, ну, некое улучшение чувствуется, хотя на рынке ситуация, конечно, хуже, чем в 2021, безусловно. Здесь мы в динамике смотрим, да, я поэтому и сравниваю 2023-2022, 2021. Но в ряде ответов видно, что и в целом можно сказать, что сложившаяся экономическая ситуация, влияние там геополитических процессов тоже, они, конечно, не убили сектор малого и среднего предпринимательства, но даже подстегнули его развитие. В чем это выражается? Ну, я думаю, мы сегодня тоже поговорим. И среди проблем, аранжируем всегда проблемы, какие сложности. Не буду там много времени отнимать, потому что много подвопросов содержится в данном исследовании. Кстати, на технический университет помогает экономической безопасности специалисты делать, обрабатывать это исследование. Уверенные первые места – это, конечно, кадровый голод, отмечают все. И если раньше это неопределенность, влияние нестабильности курсов валют, то сейчас это четко вопросы внутреннего спроса, кадровый голод. Ну и, наверное, остается еще некий вопрос, связанный с существенным влиянием постоянных издержек. Это и налоговая нагрузка, и административная нагрузка, и страховые взносы, и, в принципе, плата за энергоресурсы и так далее. Потому что у нас устойчиво несколько лет от 25 до 45% в своих платежах оценивают вот эту вот так называемую долю постоянных издержек. Я же сказал и налоги, и таможенные платежи, и так далее, и так далее. И, конечно, из-за большой доли этих обязательных платежей, увеличения расходов компании, ну, скажем так, немногие и половина оценивают, если что-то изменится, последствия, если вдруг резко изменятся налоги, другие платежи, то оценивают как очень существенные для себя. И по инвестициям, да, готовы ли большинство компаний инвестировать, инвестировать в ближайшие 1-2 года, выпускать новые продукты и услуги. Ну, пока не все готовы рисковать, конечно, и планы, в первую очередь, связаны с сохранением бизнеса, с приспособлением к новым реалиям, и в логистике, и в взаимодействии с кредитными организациями, вообще повышение финансовой устойчивости. Но, тем не менее, пятая часть, каждый пятый планирует расширять ассортимент своей продукции. Вот это тоже показал опрос. И про инвестиции сказал, да, строительство, реконструкция, капремонт, модернизация оборудования, вообще развитие. Инвестиционная активность, ну, пока я не сказал бы, что высокая, ну, конечно, здесь компенсируется за счет серьезных проектов, которые в регионе идут, там, с бюджетным финансированием, с дополнительными средствами федерального бюджета. Вот это очень так общо, что касается делового климата. Но, конечно, только этими показателями он не ограничивается, потому что предприниматели, в первую очередь, вспоминают про проверки. А что у нас с административной нагрузкой? Ну, если там будет возможность, я в дальнейшем, там, буквально, там, коротко скажу. А что у нас с административной нагрузкой? Так что у нас с проверкой? Ну, это просто отдельное исследование. Мы с коллегами недавно собирались в центре «Мой бизнес». Я думаю, и прокуратура тоже заинтересована индекс административного давления смотреть. У нас целый отдельный разворот по проверкам. Ситуация следующая. Несмотря на то, что мораторий, да, уже не первый год продлевается, есть некоторое увеличение административной нагрузки, повышается активность. Почему? Ну, потому что, видите, модель меняется. То есть, вроде, есть достижение в реформе, риск-ориентированный подход. И одним мораторием, запретом вообще на проведение проверки не решите. Президент в послании сказал, что будет движение в сторону риска, категории риска. И здесь мы даже получаем жалобы обращений в прошлом и в этом году, когда предприниматели не понимают, почему их отнести к высокой степени риска. Например, их предприятие, их объект. Сложные формулы, хотя у многих обрабатывающих наших производств есть ресурсы, люди, экономисты, юристы работают. Очень сложно понять. И сейчас даже с подачи нашего института, с коллегами из других регионов, Генеральная прокуратура по отдельным видам надзора, пожарный надзор, активность по защите прав потребителей, когда происходит, производственный бизнес проверяет, иногда это вызывает вопросы. Так вот, здесь будут корректировки соответствующих порядков, потому что иногда такие индикаторы в порядках проведения надзора, они не то что не срабатывают, они неправильно относят к высокой категории риск. Хотя мы видим, что с Ростехнадзором, с коллегами, с федеральными недавно спорили, обсуждали, на федеральном уровне предлагали убрать ненужные регулирования, устаревшие по особо опасным производственным объектам, когда генеральные директора должны периодическую аттестацию проходить, там, огромную. Хотя все котельные, там, компьютеризированы, автоматизированы, есть специально обученные люди и так далее. Ну, вот это гелиотинно и до конца сработано. Так вот, в плане категории рисков здесь есть еще над чем нам вместе работать. Ну и, наверное, все-таки это эффект той базы, которая была связана с мораторием. То есть, чуть-чуть подрасслабились, конечно, и сейчас определенные вещи наверстывают или компенсируют. Хотя в штрафной нагрузке, ну, например, и привлечении к ответственности, здесь вот мы сопоставляем данные опроса и данные самих контролеров, здесь, ну, существенного такого, огромного роста мы не видим. И пока, слава богу, преобладает предупреждение над штрафами. Вот, в целом, картина, она такая ровная. А регион, ну, у нас есть полная рейтинга по муниципалитетам, по региону, по региональным органам России, по федеральным. Но сейчас дожидаемся от аппарата федерального полномочияного индекса административного давления. И мы уже тогда, как мы традиционно уже много лет с коллегами делаем, мы приглашаем всех лидеров деловых сообществ и всех людей в погонах, скажем так. Ну, всех инспекторов, все контроли надзорные органы. Да, да, мы устраиваем разбор, почему некоторые показатели у нас отличаются от федеральных. Ну, у нас по 23-му году рейтинг подрост, там, на 51-м месте по административному давлению. Будем смотреть, что по 24-м уже сейчас на выходе. И смотреть, где охват проверками шире, где, может быть, мало предупреждений, а где и злоупотреблений, может быть, и часто в виде штрафов. Вот эти все вещи, они считаются. Они счетные, как в бизнесе. Мне радует, что государство, скажем, хотя бы в плане контроля надзора, оно применяет бизнес-методики и все возможности для того, чтобы, ну, эффективность свою тоже измерить. Что ж, мы сейчас измерим эффективность рекламы. Три минуты, не переключаясь, продолжим, говорим, сегодня о бизнес-климате в нашем регионе, в целом, в экономике нашего субъекта. Ну, хорошо, вот вопрос все-таки, вот, Ирина, ты у нас как представитель все-таки законодательной власти. Какие решения принимаются вот на региональном уровне, чтобы все-таки бизнес стал жить легче и веселее? Ну, достаточно большие меры поддержки, серьезные меры поддержки принимаются, в частности, и в туризме. Сейчас я могу про туризм более подробно рассказывать. Центр мой бизнес, Минсельхоз, все, как бы, ФРП, все... Фонд развития промышленности. Фонд развития промышленности. Миры поддержки и зачастую бизнес просто, может быть, ленец, может, недостаток квалифицированных кадров. Может, знания просто не знают. Могут не знать, потому что в туризме то, что сейчас вот меры поддержки озвучены, они достаточно широко освещены, но, тем не менее, активность бизнеса, так, ну, я бы сказала, не очень большая. В прошлом году мы буквально три раза конкурс объявляли, не могли набрать претендентов, даже на субсидии искали, сами предлагали. Денег в прошлом году было очень много. В этом году уже таких сумм нету, потому что надо освоить то, что до этого было предложено. Результаты все достаточно серьезные, причем бизнес сам говорит, что эти субсидии даются, и люди идут уже в графике каком-то бюджетном. И уже выстраивают, уже не отложить то, что я могу сделать завтра. То есть есть сроки, и они очень хорошо подстегивают бизнес вовремя запускаться и вовремя готовить и строительный процесс подводить к датам. То есть развитие в туризме, я считаю, что вообще идет семимильными шагами. Вот я это вижу. Конечно, вопрос подготовки кадров, он сейчас станет очень остро, потому что эти объекты... Для туристических отраслей. Да, мне кажется, и для всех отраслей. Поэтому на моем понимании, что необходимо идти в сторону создания высокотехнологичных рабочих мест. И в этой сфере обслуживания в том числе максимально стремиться упростить и уменьшить влияние человеческого фактора на процессы. Есть различные решения. И программа производительности труда сейчас будет также распространяться со следующего года на сферу туризма. Это, в общем-то, достаточно серьезный. А что имеется в виду, чтобы быстрее застилали кровати? Да, да. И чем-то нам таскали быстрее? Бережливая услуга. Бережливая услуга. На самом деле делают замеры. Сколько времени уходит, где там, что, какие провалы по времени. Я уже в этот процесс так начала погружаться. В принципе, она схема такая же, как и в производственных процессах. Но есть определенная специфика. Я думаю, что это будет такой для наших предпринимателей существенный инструмент для того, чтобы они работали более эффективно с теми ресурсами, которые у них имеются. Это важно. А что, правда, в колледже нашему знаменитому туризму плохо готовят или что? Ну, у нас система образования, конечно, она сейчас, когда мы приняли отраслевое распределение учебных заведений в соответствии с Минпрома своей колледжей, в туризме своей колледжей. Но все равно, конечно, и материальной технической базы не хватает, практикой ориентированности не хватает. Хотя уже, вот я работаю в приемной комиссии, могу сказать, что уровень студентов на выпуске. Но они практически все уже работают на каких-то объектах. А сколько пускают ежегодно? Ну, в зависимости от специальности. По специальности, ну, там группа 25 человек, в среднем там две группы, вот так вот. Но это по одному учреждению, они же разные по специальности, так сложно сказать. По области же тоже выпускают. Просто этот вопрос уже, насколько я знаю, ставится не первый год. Каждый раз в туристической отрасли жалуют, что людей нет, людей нет. Ну, да, да, но вот мы говорим конкретно про туризм. При том, что я тоже соглашусь, что туристы к нам едут. Тут в интернете публиковали видео, как у нас в районе руин речного вокзала. Разворачивалось сразу шесть теплоходов огромных. Как они там поместились вообще, ну, правда, такая картина эпичная. И они туристов много в городе. Кто-то пришвартовались, кто-то отходит, кто-то заходит. То есть, ну, прям вот чувствуешь себя прям в порт Пятиморей практически. И поэтому я не понимаю, почему до сих пор как-то у нас все время нехватка персонала. Отели действительно открываются, строятся. Вот мы знаем в районе Завидова новые объекты, поэтому... На Селигере много объектов. Да, на Селигере. Я не знаю, почему вот эта проблема до сих пор стоит. И где-то добрать персонал. Ну, тут достаточно сложный вопрос, на самом деле. Тут много таких и подводных камней. А людей просто их нет. Их нет. Вроде такая отрасль, мне кажется, ну, в отеле работать, это не у станка стоять. Мы же не можем пригласить таджиков работать в отеле, правда? Нет, хватит нам уже. Нам эти иностранные специалисты... Вот в этом вся сложность определенная. Большими... Рынок рабочей силы, он очень ограничен для туристической сферы. У нас огромная территория. 65... Это 84... 85 тысяч квадратных километров, да? 84. 84 с копеек. Как Австрия и Тверголазия. И миллион 250 человек жителей. Откуда мы... Ну, вроде просто такая отрасль. Я говорю, все-таки в отеле работать, это там не навоз на ферме разгребать? Если позволите, Роман... Обязательно. Да, дело в том, что торгово-промышленная палата наша является единственной организацией, которая аккредитовывает... Ну, по-простому присваивает звезды на территории Тверской области нашим гостиницам. То есть, звезды присваивают, значит, кому-то нужно? Одна, два, три, четыре, пять, да. Значит, это кому-то нужно. Это не является какой-то монобольной функцией, да? То есть, любое предприятие может использовать и другие структуры для этого. Но если говорить о настоящих Тверских, то мы одна, имеющаяся у нас на территории региона структур. Так вот, за последние годы, как требования к отелям, так... Ну, вы помните изменения, которые принимались в законодательство, да? Так и сам подход, он, конечно, ужесточился. И, кроме того, сам турист стал несколько иным, более требовательным. Смотрелись за границей, да? Насмотрелись за границей. Потом, в связи с известными событиями, поток перенаправился на внутренний туризм. Ну, а мы же привыкли к тому, что мы потребляли по более высоким мировым стандартам. Соответственно, требования у нас, как приезжающих отдохнуть, они, естественно, стали выше. Но это не значит, что наша служба отельная, она совсем не соответствует и не развивается. Как раз развитие присутствует. Ну, поскольку при присвоении того или иного количества звезд мы делаем фактически как такой аудит сервисный, да, этого объекта, то могу вам это с основанием сказать. А что касается людей, я сейчас непопулярную вещь скажу, вот, по поводу сервисной работы. Вот Россия пока за прошедшее время, которое мы с вами зацепили, советская, она российская, она не сервисная страна. Вот, если вы обратите внимание, да, то есть у нас все... У нас делают одолжение клиенту, как все из времена, да? Сервис никогда не блистал тем уровнем, ну, до которого можно подняться. Поэтому здесь еще работать и работать, как говорится. То, что обучать людей нужно иначе, это безусловно. Ну, не забудем еще динамику. Меняется все очень быстро. Переобучение нужно фактически проводить каждые 2-3 года. Это как минимум, да, потому что технологическое совершенствование возможности. И мы все рассматриваем частенько, ну, те же гостиницы, отели, как этакий дом приюта, где пришли и остановились. Да нет, про это надо забыть. Это то же самое промышленное производство, только туристическое, да. Представьте, вот это гигантское предприятие, в котором, начиная от еды и воды, сервисом и уборкой, стиркой белья и обслуживанием, и заканчивая там бассейном, вывозом и привозом, это промышленный подход. Буквально в смысле слова. Как мы в свое время привыкали к торговым центрам, а это промышленность так, в общем, побольше. Так надо привыкать и к этой сфере бизнеса. Потребуется время, чтобы дойти до определенного уровня. Сейчас как раз китайская делегация у нас гостит в регионе, а вот КНДР известен своим сервисным подходом. КНДР, да, и во многих странах мира, и кварталы, и все предприятия, и так далее. Но мне кажется, есть еще два фактора. Первый, все-таки, это близость столицы. Это не только туризм касается, а то, что предприниматели наши увеличивают зарплату. Это видно прям очень существенно, но сохранить и по зарплате конкурировать, конечно, сложно с Московской областью, с Москвой. Очень тяжело. И второй момент, мне кажется, усилилась конкуренция вообще в сфере туризма, потому что, конечно, не все еще получили звезды. Я в Калининске районы недавно тоже посещал, я смотрю, многие там глэмпинги, но все больше, больше гостевых домов. Это вообще всегда мода. Да, это такой серьезный тайн. Но и вложили небольшой относительно. Потому что субсидии были направлены на это. Но не господдержка единой, скажем так. Живет бизнес. То есть, это затравка, которая бизнес съедает и должен реагировать. 7% пользуется господдержкой активно, на самом деле. И предприниматели, многие, в принципе, не связывают свое развитие с господдержкой. Это правильно, потому что предприниматели всегда на свои силы рассчитывают. Хотя господдержка, она может быть разная. И в виде государственного заказа, размещения, муниципального заказа. Потому что мы вот недавно с коллегами из соответствующего комитета проводили слушание. И доля растет, размещение заказа у тверских предпринимателей. Но еще она, скажем так, недостаточно высокая. И знаю позицию губернатора, он как раз нацеливает все отраслевые министерства, чтобы деньги, как говорится, работали внутри региона. Это первое. И второе, надо стимулировать. Чтобы поддерживать высокий уровень заработной платы в любой отрасли, предприниматель должен иметь возможность. И в этом смысле и налоговые льготы, и другие механизмы стимулирования, они используются в ряде регионов. И мне кажется, могут и у нас еще сработать и показать свою эффективность. А вот что касается, вот Ирина Викторовна говорила про вовлечение бюджетных средств в стимулы, в инвестирование. У нас есть эти меры поддержки, но они пока еще для самых крупных, приоритетных инвестиционных проектов. Я имею в виду и займы, те, которые есть, и субсидии, и даже пониженные, субсидированные процентные ставки по кредитам. Вот у нас по лесному хозяйству, другие отрасли распространялось. Вот эта штука, мы даже в свое время замеряли с коллегами. У вас в бизнес-центре Тверь проводили лет пять назад, наверное, шесть слушаний с Минэкономразвития. Тогда предприниматели выступали, что каждый бюджетный рубль, вложенный через субсидирование процентной ставки по кредиту, он дает потом в налоговых взносах почти семь рублей, шесть целых семь десятых. Делали прямо расчет на конкретных наших предприятиях, обрабатывающих промышленности. Мне кажется, такое направление могло бы помочь предпринимателям, потому что кредиты в банках сейчас, с учетом ключевой ставки, по сути, мало заслужены. Я просто деталь скажу, ну так, в силу известных обстоятельств, я являюсь как раз председателем экспертного совета фонда развития промышленности Тверской области. На прошлой неделе очередные проекты рассматривали, для примера, ну называть с вашего позволения я не буду компанию, 300 миллионов рублей. Это под, соответственно, там идет от одного до трех процентов годовых, но под гарантию банка. Ну реально предприятию это выливается в пять, пять с половиной, шесть, вот так. А чем занимается и на что потратит? Ну смотрите, там широкий аспект сейчас есть, это начиная от чистого промышленного производства, да, то есть, но не стартапы, об этом сразу можно не говорить. Это когда вы предполагаете расширять производство. Ну условно говоря, особенно лучше его совершенствовать и идти в глубину, да, когда вы что-то из комплектующих покупали, теперь стали производить сами. Ну я так упрощаю, программа по-другому называется. Лесообработка, теперь у нас добавилось строительство и плюс дорожное строительство. То есть, спектр крайне широкий и, кстати, еще раз подчеркну, нестандартный. Фонд развития промышленности Российской Федерации, он такие программы не финансирует. Он финансирует только промышленное производство, ну то есть, импортозамещение и инновационные технологии. А у нас еще, ко всему прочему, есть и 20 миллионов на оборотный капитал. Такого вообще я не помню, но кажется, в каком-то регионе еще тоже появилось. А почему такие, вроде не самый богатый регион? Вы знаете, а там потери для бюджета ведь нет. Да, это деньги областные, безусловно. Но, во-первых, под гарантию банка, то есть, что бы ни случилось, включая высадку Марсиан, все равно деньги вернутся банкам. Это первое. А во-вторых, это как раз вот о том, о чем говорил Антон Владимирович, замкнутый круг, потому что деньги-то выдаются тверским предприятиям. Вот. Есть редкие исключения, когда адрес может регистрации быть другого региона, но объект находится на территории нашего. Поэтому тут без вариантов. Ну, это правильно, на самом деле, потому что, все-таки, как я уже сказал, все-таки не самый богатый субъект, чтобы деньгами-то разбравиться направо на него. Конечно. И то, что они остаются в регионе. Ну, вот в туризме, например, малые предприятия финансируют до 5 миллионов на 7 лет под 1,4%. Это фонд поддержки промышленности. Да, да, да. Средства кредитования, да? Да, фонд МСП. Дальше сейчас банки определенные финансируют уже объекты от 150 миллионов, тоже под низкий процент, где-то под 4%. Более крупные объекты идут уже через федеральную программу «Туризм.РФ», там тоже льготное кредитование. То есть, мне кажется, сейчас приоритетность определенных отраслей, в том числе переработка, туризм, это вот как раз те точки роста, на которые наше государство обращает внимание. И я думаю, что предпринимателям надо как-то повнимательнее смотреть на развитие экономики нашей, на тенденции и встраиваться в эти процессы. Потому что рынок по-любому растет, он очень стремительно растет, потому что есть спрос и нет самого рынка, еще он только формируется. Услуги необходимо развивать, потому что построили средства размещения, вокруг нужно создать определенную инфраструктуру для того, чтобы турист был доволен. Это огромный спектр услуг может быть. И на это опять же дают субсидии, вплоть до субсидирования вейк-парков и оборудования и все такое. То есть, на благоустройство дают субсидии в этом году. Ну, в общем, я думаю, что много. И самим муниципалитетам дают. Вот сейчас дали 5 миллионов остав. Я в ЖРВ должен дать моему коллегу рекламу, не переключайтесь. Продолжим буквально через несколько минут. Мы снова в прямом эфире. Программа «Тема дня». У нас сегодня тема экономическая. Как я уже говорил в самом начале, в конце концов, в Петербурге стартовал уже Петербургский экономический форум. Там и наши тоже, Тверские, конечно же, присутствуют. Ну, тем не менее, значит, что-то привезут, надеюсь, какие-то добрые вести. Скажите, ну, Герман, ну вот, вы у нас представитель общесовета при Минпромторге. Скажите, ну, правда, мне все-таки интересно, вот Ирина рассказывает о том, что деньги есть, как говорится, и вы держитесь. Да. Хочется сказать, начать с того, что внутренний рынок России очень сильно освободился от зарубежных поставщиков. Соответственно, появились большие объемы заказов. И мы можем видеть, наблюдать, да, что у нас промышленность растет очень такими быстрыми, серьезными темпами. Например, экскаваторный завод в 10 раз увеличивает объем производства запасных частей к своим экскаваторам. Полностью закрыт заказами наш вагоностроительный завод. При этом хочу отметить, что в мире ТМХ, да, она занимает 30% мирового рынка, чтобы мы понимали. При этом недавно было сообщение, что ТМХ выиграла индийские там заказ на вагоны. Где они их будут делать и как, тоже еще большой вопрос. Соответственно, у нас растет КСК, который поставляет для РЖД и для ТМХ огромное количество запчастей. И не только для них, но и для других современных, скажем так, предприятий, которые встали на путь импортозамещения. В связи с этим появились огромные проблемы. Связаны они, как и в гостиничном бизнесе, это с кадрами. Потому что предприятия растут буквально в 2-3 раза объемы. Людям уже повышается заработная плата. Предприятия начинают перебанивать друг от друга специалистов более высокими заработками. И растут заработные платы. Растут заработные платы, покупательская способность людей, соответственно, растет. И это всю свою покупательскую способность они вносят на наш бытовой, скажем так, рынок. Люди начинают ходить в кино, покупать мороженое, пользоваться туристическими услугами, в том числе даже ежедневными. Можно на день выходного дня съездить, отдохнуть и так далее. И, соответственно, заработала вся вот эта экономика. Пошли большие объемы финансовых вложений и, соответственно, заработали финансовые рынки, финансовые кредитные учреждения. Но, как мы знаем, процентная ставка высокая. Но государство, чтобы люди не думали, что государство раздает так много всем денег, и государство очень четко понимает, кому и какие деньги давать. Соответственно, деньги даются тем предприятиям, которые работают в рамках государственной политики. То есть импортозамещение, насыщение рынка товарами первой необходимости, оборонно-промышленного комплекса и так далее. Вплоть до, скажем, если это объекты стратегические для Росатома, для других таких предприятий, то там фактически даже даются гранты. То есть это невозвращаемые деньги для освоения какой-то новой прорывной продукции, скажем так. Поэтому, как говорил Антон Владимирович, каждая копейка, которая дается в такое предприятие, она позволяет очень быстро расти, быстро развиваться, соответственно, растет его капитализация, растет в целом сразу экономика, и от этого очень сильно выигрывает регион. Поэтому, как Владислав сказал, у нас наш фонд развития промышленности Тверской области дополнительно губернатор докапитализировал. То есть он у нас пользуется еще и нашими региональными программами, проектами. Ну и промышленность с содроганием сердца ждет, когда заработает новая зона свободной экономической торговой ИМАУС. Там планирует размещаться, как в газетах пишут, Валберес с потребностью в 8 тысяч рабочих рук. И наша хлебопекарная промышленность, и другая промышленность, где работают люди руками, она боится, что там переманят, и эти люди потом перейдут на этот Валберес и так далее. Вот где рабочую силу мы будем брать, наша промышленность, конечно, вот с содроганием на это все смотрит. То есть, мое мнение личное выскажу, что сейчас вот на ПМФ, то, что там происходит, в основном наши привлекают внешних экономических инвесторов на нашу территорию для того, чтобы они строили эти заводы. И я знаю, что у нас есть в очереди, скажем, те предприятия, которые готовы прийти сюда и с новыми технологиями и так далее. Но у нас растут свои предприятия, которые уже здесь находятся. Приглашать не надо льгот, не надо какие-то особо сильные давать. Они сами готовы расширяться, развиваться. Их нужно только поддержать кадрами, соответственно, вот то, что есть какие-то. Фонд развития промышленности, корпорация МСП и так далее. Вот, она все время задает вопрос, как-то мне говорят, что нет, это не вариант. Ну, вот с новых территорий, людей. Там же сами знаете, что творится. К сожалению, украинцы проводят тактику выжженной земли. То есть, отступая, все уничтожается. То есть, там, по идее, тысячи и тысячи людей остались без работы, потому что их шахты, их предприятия уничтожены. И что лучше, там сидеть без работы или приехать сюда на современное, самое главное, не какой-то зачуханный, там, завод 1937 года, на современное производство работа, и самое главное, не все же там в Киевах живут. Там вот эти вот городки, все эти Константиновки, Поросковики и так далее. Неужели вот там лучше, ну просто, я был там в том году, ну вот руины, понимаете? И тебе, допустим, звонят из Тверской области, условно говоря. Или сам-то, видишь, в интернете открывалось, там, от Вайлберс тоже самое. И давайте называть вещи своими именами. После Великой Отечественной далеко не сразу страну восстановили. Долгие десятилетия были, руины много где даже, Берлин долго восстановил. Вот. И тут вот у тебя вариант, у тебя детский сад разрушат. Ну что вот, только сегодня было тоже видео, как там эти бандеровцы вооружение разместили, естественно, по нему раз, все, нету. То есть сада для детей нету, школы нету, дома твоего нету, там вот такие вот дома наполовину по пояс разровнены. И вдруг есть вариант поехать в Тверскую область. Ну неужели лучше там сидеть? Я могу ответить на ваш вопрос. Я могу ответить на этот вопрос, потому что мы решали, ну не решали, а было такое предложение, почему, например, в Новокузнецке закрывался там Евросхолдинг, там огромнейший завод, и тысячи людей тоже выходили. Я считаю, что... Было предложение туда направить наших людей, которые бы заняты, которые эмиссаров, да, которые бы говорили, приглашали бы людей. Но губернатор местный, он говорит, я не хочу отдавать своих людей. Они придумали разные программы поддержки. Так нет же своих людей, вы говорите, нет, нет людей, нету, вы содрогание. Их там работы не было. А, то есть тот губернатор. Ну хорошо, и в принципе русский человек маломобилен. То же самое и там же. Ну еще раз повторяю, но у Кузнецкого, этого человека, есть какая-никакая двушка в Хрущевке или где там угодно, понимаете, у него быт налажен. А тут у тебя всего, ты лишился всего. Понимаете, всего. Надо здесь тоже иметь возможности принимать их, потому что нету столько жилья там вообще. Ну находится же возможность у нас принимать граждана Средней Азии почему-то, понимаете? И находятся граждане жилье в районной комсомольской площади. Я бы этот вопрос сейчас... Это отдельный вопрос. Почему? Это важный вопрос. На самом деле президент давно ставит задачу привлечения своих. Людей, связанных с русской культурой и так далее. Почему-то вот эти граждане Средней Азии находят жилье и работают в гипермаркетах. Ну, вы видите, где работают. А эти люди, которые в руинах живут, я не могу понять. Что, лучше ты в руинах останешься жить? Зима опять-таки на дворе. Не восстановить твой город, вон там Попасная какая-нибудь не буду вообще восстанавливать. Там Помпея самая настоящая. Ну, неужели лучше там остаться, чем здесь получить работу, снять квартиру и так далее? Можно я прокомментирую? Я тут разговаривала с бердянской делегацией, которая у нас на обучении. Бердян хотя бы не разровняли. Да, там и родственные связи есть, и все. Они говорят, если бы с 2014 года Россия хотя бы показывала свои города, нам, что как вы живете не в Москве, а вот мы бы в Тверь переехали, мы бы по-другому к этому относились. У них все равно понимание такого, что мы живем вообще в очень плохой ситуации. Откуда это у них такое понимание? Мы сейчас туда пришли, мы там строим дороги, которых у них, как раз, украинская власть ничего не делала. Вот, к сожалению, у нас плохо работает наш региональный маркетинг, я считаю, что мы должны продвигать свою территорию, что она у нас какая-то прекрасная. Я говорю, ты остался без всего, и тебе нужно что-то делать. Чтобы привлекать людей. Да, куда? Может, в Москву. Ага, вот Твери. Ну, интернет сейчас у всех есть. Не нужно даже обязательно эмиссаров. Не могу я понять этого. В Осташкове идет рост. Я могу опять ответить. Минпромторг РФ поставил задачу. Найти возможность построить там предприятия, построить там все, и пусть они интегрировать их в нашу российскую экономику. Да, там нет задачи. Коллеги, вернемся в Тверскую область. Так мы про Тверскую область, я же про Тверские рабочие руки говорю. Все-таки мы видим, что конкуренция за людей усиливается. Вот. Сказать насчет особоэкономической зоны, Имаус сейчас буквально на крайнем заседании правительства обсуждалось, там же будет целых три этапа, два в Твери и Конаковская территория, Демидово, это тоже десятки резидентов. И, конечно, я надеюсь, что мы, по крайней мере, со второго этапа увидим, что автобусы вот эти из Конаковского района в Клинский район, да, с рабочими, да, они будут ехать теперь на наше предприятие. Но я не об этом хотел сказать. Очень важно еще то, с чего мы начали, это бизнес-климат, это условия ведения предпринимательской деятельности, чтобы в дополнение к тем мерам поддержки, которые есть, они наращиваются, еще и работали административные процедуры, связанные там с выполнением сроков, там, выдачи разрешений, вообще сами процедуры, раз. Второе, катастрофная стоимость, да, мы весь прошлый год провели в дискуссиях по этому вопросу, и вот в этом году, там, у нас, по крайней мере, в аппарате уполномоченного нет массовых обращений по капитальным объектам, капитальным строительствам, по земельным участкам, там, мы отрабатывали, и всем, в принципе, кто к нам обратился, пересчитали. Тем не менее, важно не допустить, я к чему, усложнение процедур здесь, для чего, что стимулирует роста развития, не только, там, бюджетной инвестиции, не только внутренний спрос, а еще и, скажем так, легкость и безопасность ведения бизнеса. И в этом смысле это как раз про процедуру, про регулирование, и не допущение перегибов на местах. У нас там сейчас есть обращение, там, в Торжке, когда, там, за вывески предприниматель начинает штрафовать, к сожалению, там, в Старице, там, разбираемся, есть сигналы. Вот важно стимулировать предприятие не только финансово, там, или льготами по налогам, но и не допустить перегибов на местах. И вот, скажем так, такого продолжения, я бы назвал это, там, ну, может быть, неэффективного регулирования, потому что мы видим, сейчас все переходит на бесконтактные формы общения, да, все чаще всевозможные сервисы через госуслуги. У нас в этом смысле, там, Российская Федерация, да, впереди планеты всей, там, по логовому контролю, цифровые сервисы. Да, но здесь еще важно, да, еще важно, скажем так, чтобы цифровые сервисы не убирали активность на местах, потому что, вот, посещаем, там, Бежицкий район, там, другие муниципальные образования, когда закрывается отделение банка, там, еще что-то, там, потом магазин, сложности, там, с лицензированием, начинаются, там, определенные продукции под акцизной, то и мы получаем, скажем так, такую ситуацию, что люди из деревень переезжают, там, в районный центр, а потом даже в дверь и так далее. Вот эти вот процессы, они, да, они должны все-таки быть в едином ключе, потому что не все муниципалитеты, там, таким потенциалом, там, обладают туристическим, может быть, может быть, не все, конечно, отрабатывают свои изюминки, да, которые притягивают, но вот, мне кажется, еще есть над чем поработать в плане административного регулирования и вот тех палок, о которых вы вначале сказали, устранение административных барьеров. Ну, здесь наш ресурс, здесь в помощь, конечно. Владислав, а ресурс торгово-промышленных палатов в помощь? Да, безусловно, Роман, ну, чтобы картина не была идеальной, идеалистической, давайте посмотрим откровенно, вот предпринимательство за последние два, два с половиной года ведь пережило сильнейшие стрессные испытания. Конечно, да вся страна. Да, ну, мы сейчас поскольку об этой сфере, вот, то есть все то, что вы нарабатывали годами, связи, банковские услуги, привычные вам транспортные схемы, все это пришлось переделывать, причем в авральном темпе. Я как-то признавался вам в том числе, что термин экономические санкции вообще не люблю, потому что это не экономические санкции, это экономическая война, да, с целью разрушения противника до основания. И вот этот экономический фронт, как показала действительность, да, первое наступление врага мы выдержали благодаря, в том числе, предпринимателям, которые четко отражают то, что нужно делать. В чем смысл таких инструментов, как торгово-промышленная палата в этом направлении, как уполномоченные по защите прав предпринимателей? В том, чтобы на вот этом фронте экономической войны у нас не создавался десант невольный в тылу вражеских сил. То есть не надо перегибать с тем, что дано, перечислял Антон Владимирович, с проверками, часто ненужными, да, с администрированием, часто завышенным, с отсутствием желания не просто помочь, а выполнить свои функции. Ведь никто не требует чего-то чрезвычайного. Все просто выкладываются должны в рамках закона. И, кроме того, я бы еще поставил на одно такое место побольше инициативы с местным законодательством. Потому что часто мы привыкли смотреть, вот там в Москве примут, да, на федеральном уровне, но мы, конечно, исполним. Тогда, да, конечно, исполним, никто и не сомневается. Ну вот у нас тут есть небольшой опыт у всех собравшихся по продвижению сферы семейного предпринимательства. Это ведь одно из базовых понятий, потому что, как бы мы про гигантов индустрии не говорили, малый и средний бизнес будет закрываться часто семейным предпринимательством. Это самое надежное, потому что человек, работающий на свою семью и вовлекающий туда членов ее, он до последнего будет сражаться на этом экономическом фронте. Но вот пока продвинуть законодательство по поддержке семейного предпринимательства и даже внесение такого термина на нашем уровне региональном у нас не получается. А в Советском рынке был понятен семейный подряд. Помните? Это очень хорошая тема для разговора. Приглашаю в этом еще раз к нам в студию. У нас просто эфир уже подошел к концу. Вот прям просто стремительно пролетел. Потому что тема, да, интересна. Поэтому, Владислав, вот по поводу семейного предпринимательства, правда, очень интересно. Антон, все вообще, как говорится, добро пожаловать еще раз. Это важная тема, потому что, как мы все время говорим, вот кто заканчивал бизнес, он наше все, он кормит экономику. Поэтому успеха вашему бизнесу. Если что, какие-то проблемы будут. Антон Стамплевский вытащит палку из колеса вашего бизнеса, он дает кому-то попало. Спасибо большое, уважаемые гости. Программа «Тема дня». До новых встреч. Спасибо. Спасибо.